Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 17. Вопрос 3103. Похоже, что большинство вопросов уже отвечено вами. В последних книгах вопросов все меньше, а больше проповедей. Чьи вопросы приходилось разбирать, как бы проверять, правильно ли они рассмотрены. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если бы мне пришлось вести занятия в ином государстве, то вопросы пошли бы совсем иные. А так в основном отвечены все, а это более 3100 вопросов. Кроме ответов на заданные лично мне вопросы, мне пришлось вникнуть в вопросы и ответы многих духовных лиц. И на пятерых завести досье, как на обманщиков, льстецов и лицемеров, отвечающих прямо вопреки Святой и Вечной Библии. Архимандрит Амвросий Юрасов. Книга «Открытым оком». Том 4. Страница с 212 по 368. Вопросы с 1340 по 1401. 61. Разбор. Протоиерей Максим Козлов. Его разбор ответов в шестом томе. Страница с 326 по 632. Вопросы 1666 по 1800. 134 разбора его ответов. Митрополит Кирилл. Том 11. Страница с 209 по 286. Вопросы с 2482 по 2545. 63 разбора. Патриарх Алексий Второй. Том 11. Страница с 287 по 356. Вопросы с 2546 по 2601. 55 разборов. Митрополит Андриан. Том 12. Страница с 79 по 200. Вопросы с 2640 по 2707. 67 разборов ответов. Итого рассмотрено во свете Библии у пяти духовных лиц 380 вопросов, занявших 729 страниц. То есть целый том. В 16 томах открытым оком все вообще вопросы и ответы заняли 6014 страниц. То есть полностью 8 книг. Всего же в 16 томах 11840 страниц. На занятия, на проповеди в этих книгах 5826 страниц. От нечего делать, такую груду перелопатить, не каждый решится. Общий же вывод тот, что самая церковная верхушка Библии не знают, страха Божия не имеют и пытаются быть вождями народа, не ведая, где истина конечная. Долго пытался найти ответы на вопросы у Папы Римского, но ни в интернете, ни в личном общении с католиками не смог таковых найти. Могу показать, что ответы даны не по человеческой мудрости. Мое рассмотрение ответов знатных показывает, что они не любят людей, бесчувственны к страданиям слепых душ. Порок Осия 4.12. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя они отступили от Бога своего. Исайя 41.28. Итак, я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтоб я мог спросить их, и они дали ответ. 1 Коринфянам 1.17. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Притчи 8.5. Научитесь неразумные благоразумия и глупые разуму. Востребованным быть не так-то просто. По плоти, по душе и по талантам ты нужен. Постоянно кто-то просит. Нуждающимся ты везде заплата. Раскрутку свернутого в спячку эгоизма, с младенчества до самой гробовой доски, чтоб себелюбие прижизненно унизить, в прорыв дар милосердия ввести. В умение жертвовать, пристойно отличиться, заявку сделать на больных и сирых, расслышать, кто с нуждой к тебе стучится. И ты готов не от избытка жира. Таланты, знания и строгого совета под безразличностью отнюдь не заржавели. Свои болячки не наложат вето, не пожалеют те, кто постучатся в двери. Представить тяжело подобие смерти, где ты не числишься и у врагов в реестре. Не пережить подобную потерю, когда нас вычеркнут, напротив ставя крестик. Не может быть, чтобы не нужен был, я не ржавеющий, как остов на приколе. Не допущу, чтоб жар в крови остыл, и лютого врага не встретил хлебом с солью. Мои следы тревожат пусть во тьме, свет прорезает заблуждением мглу. Я так привык, что тянутся ко мне. Знать, не в тенетах просидел в углу. У каждого ячейка ниша есть, обжитая и даже нам по вкусу, знак милосердия. На входе виден крест, принадлежащий лично Иисусу. Авторитет, каталог из талантов. Вывешиваю ежедневно рано. Латаю и сшиваю забесплатно. Веду к воскресшему. Он исцеляет раны. 20 апреля 2006 год. Игнатий Лапкин.